Реформация в России, на Руси, в Восточной Европе имела всегда очень специфический характер. Мы говорили, что это в основном реформация формы, реформация структуры, и иногда это выливалось в очень болезненные формы, такие как было в 17 веке, когда происходила реформа внешней обрядности православия. Иногда это принимало не менее болезненные, но несколько иные формы тогда, когда происходила реструктуризация православного христианства. Это особенно ярко видно во времена Петра Первого. Петр Первый был человек, который занимался реформами во всем, конечно, он не мог оставить своим вниманием и церковь. Поэтому реформы царя Петра Первого – это очень важный разговор и важная часть всей реформационной деятельности, которая происходила в период реформации. Итак, Петр Первый – царь, император. И главная тема, которую мы будем рассматривать – симфония или императорское соло. Быть ли в созвучии или это должен быть монолог? Суть реформ, которую предложил Петр Первый, заключалась в том, чтобы уйти от управления церковью через патриаршество и прийти к управлению через священный сенот. Казалось бы, это чисто внешняя структурная часть, но она во многом поменяла и психологию, и философию церковного сознания, повлияла вообще на все положение православной церкви в будущей России. Петровская реформа заключалась в том, чтобы вообще убрать патриарха. Надо было ввести коллегиальный орган управления, который должен был бы, в свою очередь, подчиняться царю. Философский смысл реформы, которую предложил Петр Первый, великолепный реформатор во всех областях своей жизни, заключалась в том, чтобы сделать церковь частью государственного аппарата. При этом он не собирался менять догматику, не собирался менять обрядность, не собирался менять форму. Он хотел только одного – подчинить церковь государству и юридически, и практически. И, конечно, ему, как большому человеку, это блестяще удалось. Из общего курса истории вы знаете, что Петр Первый воцарился, когда ему было всего 10 лет. Воцарился формально. Он и его брат Иван воцарились, а реально управительницей поставили царицу Софью и их сестру. Но когда подошло уже время взросления Петра, он стал претендовать на реальную власть. Это тоже очень сложная и интересная страница в истории русских царей. Софья, конечно же, не собиралась отдавать власть добровольно. Были очень большие сложности. В конечном счете, Петр заставил ее отдать власть и по-настоящему воцарился в 1689 году, когда ему было 17 лет. Его брат болезненный Иван отказался от управления. Софья была подстрижена в монахини, и Петр начинает преобразование всего русского общества. Преобразование под влиянием западных образцов и под влиянием, собственно, всей той парадигмы жизни, которую он знал на Западе. Дело в том, что воспитывался будущий император Петр вдали от дворца. Из политических соображений они вынуждены были с матерью бежать, практически бежать из Москвы. И в селах Воробьево и Преображенском он получил воспитание. Там он очень интересовался военным делом, там он создал такие потешные войска, и эти войска фактически потом стали основой для его настоящих регулярных войск. И так как он искал специалистов в военном деле, его интересовала война, прежде всего война, то он обратился в Немецкую Слободу. Немецкая Слобода — это место, где в Москве или под Москвой, точнее, селили всех иностранцев. Она называлась Немецкая Слобода, это как бы компактное поселение всех иностранцев, чтобы они не мешали, ну и чтобы им безопаснее как бы было. И ему очень понравилась Немецкая Слобода. Фактически всю свою юность он провел там, в Немецкой Слободе. И он там закурил, курил немецкую трубку, что для русского человека, вообще для императора это, конечно, был нонсенс. Он посещал немецкие вечеринки с танцами, с выпивкой, обильной очень выпивкой. Там познакомился с будущими своими советниками, которые помогали потом ему в управлении. Там он завел первый свой роман с женщинами. То есть, фактически именно в Немецкой Слободе формировалось его мировоззрение. И вполне понятно, что он видел, как жила Старая Русь и какие нормы, какие правила, порядки были в Немецкой Слободе. Как только он стал царем, он сразу или почти сразу отправляется в так называемое Великое Посольство. Великое Посольство – это действительно великое, там больше 250 человек было. Это делегация, которая отправляется в Западную Европу. И в этой делегации под именем урядника Преображенского полка, некоего Петра Михайловича, едет сам царь. Едет он как бы инкогнито. Ну, на самом деле, для многих это было не секрет, кто с ними. И западные правители хорошо понимали и знали, кто к ним приезжает. Хотя формально это все было инкогнито. В то время этого Великого Посольства больше года, 15 месяцев провел Петр со своими людьми в Европе. Он многому научился. Он видел, как живут в Европе. Он бывал во дворцах, он беседовал с церковными деятелями, с политическими деятелями. Он работал сам, руками своими работал на верфях, пытался, или даже не только пытался, но и реально строил некоторые корабли вместе с голландскими морестроителями. То есть, можно сказать, что это была прекрасная школа, когда Петр Первый воочию, изнутри как бы, не будучи в сане и в положении императора, которого торжественно принимают и водят только по красивым местам, но будучи как бы простым человеком, он мог изнутри видеть жизнь Западной Европы, видеть и недостатки, и видеть очень многие достоинства. Когда он приехал, он начинает свою реформаторскую деятельность. Ну вот вы видите картину, на которой изображен Петр. Он стоит в таком немецком иноземном наряде, побритый, что тоже невозможно было представить в русском обществе. Перед своей матерью, царицей Натальей, она, видите, в таком ужасе смотрит на сына своего. И перед патриархом Адрианом, который так неодобрительно относится ко всем этим нововведениям, а рядом за Петром фигура учителя, диакона Зотова, который очень многому учил Петра. Фактически был его наставник, и духовный наставник, и наставник в области многих наук. В 1698 году Петр издает первый свой такой знаменитый указ в августе 1998 года о ношении немецкого платья, бритьи бород и усов, охождении раскольником в указанных для них одеянии и многое-многое другое. В этом указе было ключевое требование брить бороды. Брить бороды это было невозможно, это была буря негодования, это были восстания. В ответ Петр I устраивает свои восстания, свои наказания, вплоть до смертной казни. И очень многие положили свои головы за бороды. Даже такая пословица появилась, не трогайте наши бороды, возьмите наши головы. То есть действительно начинаются казни. Вообще Петр I не стеснялся на расправы, он по любому поводу и сам лично казнил людей, многих людей казнил лично. И заставлял казнить даже всех своих придворных. Даже участников одного из бунтов стрелецких, когда была стрелецкая казнь, то он не только сам участвовал в роли палача в этих казнях, но он заставил всех своих придворных тоже участвовать как палачей. Для многих из них это было страшное испытание, они никогда не рубили никому головы. И отрубить голову человека, это все-таки очень-очень непросто. Так что можно представить себе, что нравы, которые царили при дворе Петра I, были далеко-далеко не простые нравы. Часто он устраивал пиры, насмешки над всем старорусским, признавая только западноевропейский стиль мышления. Наливал, например, сам он мог пить спиртные напитки и водку в большом количестве. И заставлял это же делать своих бояр. Иногда подносили огромный, но я не знаю, бокал, это даже, наверное, трудно назвать, вазу с водкой, которую заставляли выпить. И если кто-то не мог это осилить, то ему следовало серьезное наказание. То есть пиры и буйства, которые происходили во дворе Петра I, это были настоящие буйства. Позже немножко он сбавил тон своих наказаний, во всяком случае за бороду. Ношение бород было разрешено, хотя не поощрялось, но было разрешено, но зато надо было платить за бороду. То есть если ты носишь бороду, то ты должен платить налог специальный на бороду. Причем в зависимости от сословия, скажем, высшее сословие, бояре, например, или купцы платили, по-моему, по 60 рублей. Это очень большие деньги были на то время. А с крестьян, ну с купцов брали много, с обычных рядовых горожан брали небольшую сумму, а с крестьян вообще ничего не брали за ношение бороды. Но если крестьянин приходил в город, то он обязан был заплатить копейку за свою бороду. То есть ношение бород, в конце концов, все-таки допустили, но обложили таким налогом, что многим не хотелось носить бороду. То есть он уже понял, что можно действовать не только рубя головы, но и чисто экономически, потому что проблема пополнения казны во времена Петра I была главной проблемой. Он постоянно мучился от недостатка средств, потому что грандиозные имел планы и большие проекты, поэтому ему нужны были постоянно большие деньги. После возвращения из Великого посольства он начинает готовиться к войне со Швецией, для того, чтобы выйти к Балтийскому морю. Петр реорганизует армию, начинает строительство флота и действительно построил очень мощный флот, начинает длительную северную войну со шведами. В общем курсе истории вы, конечно, знаете о ходе, о результате этих войн, это хорошо все описано. Заканчивается война со шведами или Северная война в 1721 году. В Ништадте был заключен мир, который закончил войну, длившуюся 21 год. Победа в Северной войне и выход по результатам этой войны, по результатам мира, выход России к Балтийскому морю, фактически позволил России стать в число самых передовых держав того времени, во всяком случае в военном отношении. С Россией теперь стали считаться. И вознаменование этой победы в Северной войне в октябре 1721 года Петр по прошению сенаторов своих приближенных принял титул императора всероссийского. А официальное наименование Руси до этого времени, до 1721 года, России не существует. Ни в международных документах, нигде она не значится, это еще Русь. А вот уже от Петра I начинается Россия. И действительно, не просто Россия, а Российская империя. Так она стала именоваться. И вот этот новый титул и новое название страны начинает закрепляться и в международных документах. Постепенно первое, насколько я помню, признала Турция новый титул и новое имя страны. Потом Англия, Франция, в конце концов и Польша даже признала лет через 30. Этот титул. То есть, во всех крупных странах признали, что Петр I теперь уже не просто царь, а император всероссийский. И они имеют дело с новой страной Россия. Вот как звучит прошение сенаторов. «Дабы изволил принять от нас, як от верных своих подданных, во благодарение титул отца Отечества, императора всероссийского Петра Великого, как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров, их такие титулы публично в дар приносятся». Вот гравюра старая, которая изображает, как меньшиков, видите, и двое представителей церкви, два иерарха в 1721 году от имени Сената, от имени Синода, приносят прошение императору, такое публичное очень действие, приносят прошение императору, чтобы он стал императором. Петр I, кстати, отказывался, так очень демонстративно, что он недостоин такой высокой чести. Ну, после нескольких упрашиваний он любезно согласился принять титул отца Отечества, императора всероссийского и Петра Великого. И даже установили форму титула, официального титула Петра I, с этого времени всех императоров российских, «Божьей милостью мы, Петр I, император и самодержец всероссийский». Вот это полный титул, ну, как бы, начало полного титула, там дальше идет еще перечисление, длинное перечисление областей, над которыми он управляет. Но главная часть титула «Божьей милостью» Петр I, император и самодержец всероссийский. То есть, начинается уже история России от Петра I. Он провел коренную реформу финансов, производства, экономики, но он не только не упразднил крепостное право, но он еще больше закрепостил всех людей. И не только не создал условий для свободного производства, но вот этой рабской закрепощенностью, которую он ввел фактически не только для простых крестьян, но даже и для дворян, он ограничил рост России. На тот момент он сделал рывок, но для будущего он положил преграду экономическому и даже политическому, в определенном смысле слова, росту России. Он правильно представлял значение образования и очень много пытался сделать для образования. Занимался просвещением, ну, например, обязательно обучение дворян и духовенству он вел. Начал водить так называемые цифирные школы, чтобы цифру учить. Учили, чтобы грамоте, цифре, геометрии в этих школах по две школы в каждом провинциальном городе должно было быть, где дети бы обучались бесплатно. То есть это очень серьезные дела, но дело в том, что это осталось в основном только прожектами. В реальной жизни эта система образования не была создана. И большинство из тех просветительских проектов, которые Петр наметил, для всей России абсолютно не работали только для очень небольшой группы тех, которые окружали Петра и не могли не выполнить все предписания. Он подписал указ о создании Академии наук, о создании университета и гимназии при Академии наук. И это тоже, с одной стороны, такой очень положительный шаг, что появилось высшее учебное заведение в России, а с другой стороны, создание Академии без всей системы образования отрезало фактически образование в России на долгие годы. Пока, наконец, появилось достаточное количество людей, способных потом дойти до уровня Академии. Одна из больших заслуг Петра — это строительство нового города Санкт-Петербурга, каменного города, что значительно отличало его от всех других городов на старой русской территории. И самое важное, что этот город строился сразу, как европейский город, с новой городской средой. Это была новая среда для жизни, новая среда для времяпрепровождения, изменилось внутреннее убранство домов, уклад жизни, состав питания. То есть, практически произошла коренная реформа именно благодаря тому, что появился этот новый город. В Москве он никогда не смог бы достичь таких изменений, которые он хотел. Именно поэтому он начинает новый город. Появились театры, маскарады, зрелища. Все то, что было совершенно неизвестно в старой Древней Руси. Например, особым указом в 1718 году Петр I вводит так называемые ассамблеи. Ассамблеи — это новая совершенно форма общения между людьми, когда можно было в такой свободной, как вы видите здесь на иллюстрации, свободной, непринужденной обстановке общаться, танцевать, играть в игры всякие, в карты, в шахматы. Это совершенно отличалось от прежнего времяпрепровождения, которое заключалось только в пирах. Застолье и пиры — это традиционно древнерусское времяпрепровождение, когда все садятся за стол, пьют, разговаривают, конечно, но никто не встает. А вот ассамблеи отличаются именно тем, что есть вот это свободное движение, есть свободное общение. Вот еще одна иллюстрация, которая показывает ассамблею при Петре I. Видите, здесь уже свободное общение. И что очень важно и характерно, что женщины начинают играть здесь очень важную роль во время этих общений. То, что тоже было совершенно новым для русского общества, потому что положение женщины в старом русском обществе было где-то там совсем уж на заднем плане, и она не принимала участия в общих разговорах, ну разве что самые уважаемые из них. А положение женщин действительно очень изменилось в русском обществе. Петр запретил, прежде всего, насильственную выдачу замуж, насильственную женитьбу, обязал всех у женщин участвовать в публичных торжествах. Конечно, это воспринималось все очень дико, очень по-новому. Вот видите, тоже интересная иллюстрация, картина, которая называется «Эко-чучело». То есть для старорусского мышления вот этот новый вид женщины, новое одеяние, выглядело, конечно, каким-то не просто чудачеством, а каким-то даже ужасом. Но, начиная с Петра I, между обручением и венчанием устанавливался промежуток шесть недель. И за это время каждая сторона могла расторгнуть обручение. Причем, если невеста не хотела выходить замуж, то даже родители не имели права заставить ее. И даже более того, предписано было, чтобы и не писать челобитных по этому поводу царю. То есть жаловаться на это даже нельзя было. То есть это тоже совершенно новое, что предложил Петр. Реформы, которые он проводил, затронули не только политику, экономику, но и искусство, культуру. Петр сам приглашал художников, писателей, архитекторов в Россию. Но и посылал талантливых молодых людей обучаться художеством, как тогда говорили, за границу. И вот здесь тоже иллюстрация, как он лично проводит смотр новичков, которых собирается отправить за границу. В целом, реформы Петра были направлены на укрепление государства. И самое важное было для него приобщить элиту к европейской культуре. Он окончательно утвердил абсолютизм, стал монархом самодержным и неограниченным. То есть самодержный монарх, это означает, что он единственный, кто управляет всем. Выше него ничего не существует и никаких ограничений, никаких парламентских или каких-либо иных ограничений для него не существует. Субтитры создавал DimaTorzok